Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал Видное ТВ, прямой эфир. И сегодня весь Ленинский район, вся столица нашего района, город Видное, живет в преддверии празднования юбилея. Юбилея города Видное, 50-летие нашей столицы Ленинского района. И поэтому мы с удовольствием пригласили сюда к нам в студию, чтобы рассказать о тех праздниках, о тех мероприятиях, которые будут проходить. Как мы готовились к этому празднику, временно исполняющего обязанности главы городского поселения Видное, Ускова Александра Евгеньевича. Добрый вечер, Александр Евгеньевич! Добрый вечер, добрый вечер, друзья! Спасибо, что согласились прийти. И давайте ближайшие 45 минут вместе с вами, а также с нашими телезрителями проведем это время, что называется, в праздничном приподнятом настроении. Сегодня, накануне праздника, совершилось такое большое действие, открывали сквер, посвященный 50-летию города Видное. Наши телезрители еще не видели этот сюжет, поэтому предлагаю нам вместе, прежде чем мы перейдем к этой теме, посмотрим материал, подготовленный нашими корреспондентами, как происходило открытие юбилейного сквера. Внимание на экран! Создание сквера в честь 50-летия города Видное сопровождалось жаркими спорами со стороны жителей соседнего дома. Они думали, что эту зеленую зону хотят вырубить, но когда вникли в курс дела, обрадовались и ждали открытия сквера. Площадь сквера составляет около 60 соток, на которых расположены пешеходные дорожки, клумбы, где высажены цветы, установлены лавки и урны, а также малые архитектурные формы, скульптура птицы Феникс и символ 50-летия города. Освещать сквер будут 30 изящных уличных фонарей. В скором времени здесь планируется высадить еще несколько деревьев и кустарников. И тогда наш Ленинский район станет еще красивее и комфортнее для проживания. Владимир Ильич живет в видном самого его основания. Он помнит, как на месте нынешнего сквера были высажены маленькие деревья, которые ныне достигают высоты с 10-этажный дом. И то, как выглядит место сейчас, его очень радует. Город хорошей. Вот за эти 50 лет, насколько я знаю, помню, все ветераны это помнят прекрасно, знают историю. Этот город жил, развивался, и мы даже завидуем тем, кто после нас будет, потому что он им достанется прекрасным городом, уютным городом, одним из лучших в России. Есть такой в России городок красивый, видным неспроста его зовут. Сейчас такая красота и цветочки кругом. И вот шли-шли-сели, а ты сам, бабушки-то устали, посидели, дальше пошли. Вообще очень хорошо все сделали, молодцы. При реконструкции сквера не было вырублено ни одного дерева, поэтому нам, видновчанам, остается только беречь родной город, уважать труд людей и сохранять чистоту. Юлия Богосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Ну что ж, Александр Евгеньевич, поздравляю с окончанием действительно такого серьезного проекта. Давайте рассказывайте, как это все было, насколько сложно было реализовать его. Ну, конечно же, это большая радость для всех нас, для видновчан, для наших гостей города Видное, Ленинского района. Правильно сказали, что были жаркие споры, когда рождалась идея и действительно, когда начались работы. Я очень благодарен жителям, и в том числе дома 3256, которые вышли, бурно обсуждали проект. Проект действительно был изначально, знаете, он нестандартный был. Мы постарались прямоугольные формы, в том числе, сочетать с некими полукругами. И вот, когда мы обсуждали с жителями этот проект, жители поставили условия, чтобы не было вырублено ни одного дерева. И вы знаете, было принято решение, в течение часа мы полностью изменили контуры некоторых окружностей, перенесли клумбы, там места определили, где будут установлены вот эти символы, 50 лет города, жар птица. И я думаю, что нам удалось действительно сделать то, что жителям необходимо. Сегодня, я надеюсь, вечером у нас уже будут зажжены те вот изящные фонари, которые будут освещать, делать как бы направление входа в этот сквер. Нам удалось создать несколько площадок отдыха для людей. Я уверен, что каждый найдет там свое уютное место. И если вы обратили внимание, те лавки, урны, они сделаны в таком изящном стиле, чтобы это как-то символизировать с одной стороны историческое наследие нашего города, вот старую часть. И мы постарались приблизить людей, живущих в новых микрорайонах, вот к этому своеобразному достоянию 50-х, 60-х годов. А почему именно это место? Потому что сегодня через это место проходят тысячи людей ежедневно. Тысячи людей проезжают на автомобилях, в автобусах, троллейбусах. Я думаю, что каждый обратит внимание именно на вот этот сквер. И он как бы символизирует связь между застройками 80-х и 60-х годов. Поэтому, я думаю, ниточка такая проложена, чтобы люди чувствовали себя живущими в разных микрорайонах, как единое целое. Те средства, которые мы выделили с Советом депутатов, а это порядка 4 миллионов рублей, я считаю, они отработаны очень качественно, быстро. Работала подрядная организация «Экострой», которая зарегистрирована в Ленинском районе. И самое главное, что работают в ней наши ведновчане. Ну что ж, огромное спасибо. Действительно получилось очень красивое место. Всех ведновчан, которые еще не успели побывать, приглашают. Там действительно можно отдохнуть и с книжкой в руках, да и просто полюбоваться красотами этого сквера. Я вот хочу еще добавить. Вот буквально ко дню города мы постараемся вот такой символ, я люблю видное, установить в этом сквере. Я думаю, что жители воспримут это с большим энтузиазмом. Такая конструкция родится буквально в течение вот этих двух дней. Ну в принципе, даже у этой композиции можно даже будет фотографироваться, делать такие популярные селфи. Елена Константиновна Добрина, которая вот руководит такой работой обширной по району и городу, она подсказала нам это место, мы выезжали. И я думаю, это именно то, что нужно для завершения сквера. Ну что ж, будем надеяться, да, будем надеяться, что уже на День города, который я напоминаю всем нашим телезрителям, 12 сентября мы отмечаем День города. Ну а какая будет программа, какой будет концерт, мы расскажем чуть позже. Сделаем такое, что называется, да, обратим на это внимание. Одна из тем, которую мы затрагивали очень много, и у нас на телевидении, и в газете, и сами жители об этом много-много говорили. Это Белокаменное шоссе, да. Дорога была, ну, говорим, что называется, как есть, в ужасном состоянии. Переезд, который не работал уже долгие, многие годы. И вот теперь, а вот теперь слово вам. Расскажите, что удалось там сделать. Действительно, это один из самых значимых проектов, который нам удается совместно завершить. Почему совместно? Потому что не только бюджетные средства задействованы в этом проекте. Многие предприятия города откликнулись, и как инвесторы выступили дополнительно в данном проекте. Сегодня уже многие люди забыли, что был второй переезд. Дорога представляет идеальное покрытие. Мы сделали соответствующее уширение. Сегодня железнодорожный переезд, который сохранился, он уже представляет из себя совершенную конструкцию. Мы заменили полузгнившие шпалы, поставили, как вы знаете, в ночь с 5 на 6 сентября. Уже бетонные основания, соответствующую подготовку. И вот сегодня уже данный переезд является четырехполосным. Нам остается совсем немного времени, чтобы сделать соответствующую разметку. У нас, как вы знаете, появились 35 новых опор освещения. Установлены, соответственно, 35 светодиодных энергоэффективных светильника. И это тоже одна из программ, которая сегодня в Московской области активно реализуется. Мы действительно подошли, в том числе и к моменту безопасности для пешеходов. Поэтому в ближайшие дни появятся мигающие светофоры для пешеходов и для привлечения внимания водителей. Это уже современные устройства. Мы установили 13 знаков, ограничивающих остановку на Белокаменном шоссе. Для чего? Чтобы сделать пропускную способность. Многие автолюбители обращались к нам с просьбой рассмотреть возможность поворота с Белокаменного шоссе на Каширское шоссе в сторону Москвы с двух полос. И нам удается вот этой современной разметкой сделать именно два левых поворота на пересечении двух шоссе. Ну и правый поворот, конечно, останется в сторону города Домоделы. То есть три полосы у нас будет на выезде из города. Я уверен, что жителям это понравится. В мероприятии есть хороший гарантийный срок трехлетний. И ко дню города, я думаю, мы завершим полностью все работы и сделаем вот такой совместный подарок нашим жителям. Открытие будет каким-то образом, я знаю, перекрыть шлагбаум и потом поднять шлагбаум, чтобы открыть действительно такое уже настоящее движение. Много всегда говорят, да, когда плохо. Вот когда плохо, всегда много говорят ямы, невозможно проехать, пробки и так далее. Сейчас мы должны разгрузить этот участок. Как вы думаете, много людей поблагодарят за эту работу? Вы знаете, когда работают муниципальные или государственные служащие, это их задача решить те вопросы, которые ставят перед ними жители. Я думаю, что мы достойно справились и в нужное время, как раз перед зимним сезоном, с этой задачей. Я хочу поблагодарить всех жителей города, района, которые присылали свои обращения к нам в администрацию, в администрацию Ленинского района, я хочу сказать спасибо Олегу Владимировичу Хромову, который действительно приложил максимум усилий для того, чтобы объединить коллективы с тем, чтобы мы все вместе смогли решить эту задачу. И, кстати говоря, это одна из 19 задач, которые поставил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, когда 1 апреля приезжал к нам в Ленинский район с рабочим визитом, именно приведение в соответствующее состояние Белокаменного шоссе. Я думаю, что мы можем смело отчитаться перед губернатором о выполнении поставленной им задачи. И главный перед жителями. И главный перед жителями, да. Совершенно верно. Еще один объект, на который было обращено внимание и губернатора, и жителей, да, и, соответственно, и местных властей, это расторгуевская часть города, да. Это подход и подъезд к станции железнодорожной. Что удалось к празднованию Дня города сделать и в этом направлении? Ну, действительно, работы находятся в стадии завершения. Я вот взял с собой такую схему, вот жителям хочу показать, которую мы разработали, и на основе которой мы сегодня завершаем работы. Будет полностью отремонтировано асфальтовое покрытие от улицы Булатниковской практически до въезда в тоннель. Там, где у нас пассажиры сегодня высаживаются на остановках или, наоборот, входят в автобусы. Полностью заменен бортовой камень, пешеходные тротуары. Как вы помните, у нас там есть несколько скверов. Нам удалось уже поставить и включить 20 декоративных опор и осветить вот эти места, которые раньше были темными. Мы уже выставили почти 200 погонных метров декоративного ограждения вокруг скверов. Создали сеть пешеходных дорожек. Самое интересное, что у нас после визита губернатора Андрея Юрьевича Воробьева заработал общественный туалет, бесплатный. О нем говорили тоже жители. Да, и это также одна из задач, поставленная губернатором. Сегодня люди с удовольствием пользуются этим объектом. Вокруг этого здания выполнено благоустройство. Я хочу поблагодарить предпринимателей, работающих в этой части города, именно в Расторгуево, которые прилагают максимум усилий. И вы видите, что сегодня восстановлены газоны, сделаны пешеходные тротуары. На следующей неделе, с понедельника, мы вместе с РЖД выходим на асфальтировку площади перед кассами. И, соответственно, высадим еще несколько зеленых насаждений. Та часть, которая находится в виде парка напротив остановок, она тоже будет иметь соответствующие пешеходные зоны. Уже там сейчас есть освещение. Я думаю, что людям понравится это место, где они могут и летом в тени отдохнуть. Мы выставим лавочки, соответственно. Думаю, что это будет одна из самых привлекательных людей. И это лицо города, так же, как Белокаменное шоссе. Это въезд только на железнодорожном транспорте. Я хочу поблагодарить управляющую компанию ЖКХ в лице Игоря Евгеньевича Коршакова, который приложил максимум усилий для восстановления пешеходного моста через железнодорожные рельсы. Очень важно сказать, что мы сейчас очень интенсивно работаем с РЖД. По передаче этого моста, соответственно, в собственность Министерства имущественных отношений области для последующей эксплуатации именно РЖД. Что касается общественного туалета, то мы уже выразили желание забрать его к себе. Посмотрим, каков будет процесс передачи. Но такой процесс сейчас идет. Что касается моста через улицу Донбасская, он числится у нас в городе, в реестре муниципальной собственности. Сегодня мы завершаем его обследование и будут даны рекомендации по последующим действиям. Я имею ввиду ремонт для того, чтобы мы его смогли открыть уже в этом году. Поэтому вот такая плановая работа идет. Уверен, что все работы мы завершим к 19 сентября. Неплохо. Неплохо. Еще один адрес, который входит, скажем так, в программу, обязательную программу, да как в фигурном катании, чтобы успеть сделать празднование дня города, это советский проезд. Люди, которые проезжают, либо живут недалеко, видят, что сейчас идет реконструкция тротуара перед кинотеатром «Искра» и до нашего храма Георгия Победоносца. Расскажите, что это, для чего? Ну, я также захватил с собой концепцию развития советского проезда. Это очень емкая территория. Здесь расположена наша знаменитая аллея славы, любимое место видновчан. Здесь расположен Тимоховский пруд. Здесь расположен кинотеатр «Искра» и камень основателем города, также любимое место. Храм Георгия Победоносца. Поэтому в этом году мы завершаем первый этап, это расширение пешеходной зоны в рамках объявленного губернатором проекта по созданию пешеходных зон в подмосковных городах. Сегодня протяженность этой пешеходной зоны, расширенной, составит около 400 метров от улицы Советская до храма. Второй этап будет уже ближе к нашей бане идти. А вот третий этап мы будем обсуждать широко с жителями, насколько он будет удобен или востребован с точки зрения создания дополнительных парковок. Это уже последующая наша работа. Вы имеете в виду советский проезд, который уже к жилым домам? К жилым домам. От 1 до 15. Почему об этом говорю именно сейчас? Потому что в этом году мы завершаем работу на советском проезде на внутридворовых территориях дома 1, 3, 5, 7. Создадим там парковочное пространство примерно на 60 автомобилей. Но мы должны понимать, что сегодня в городе больше 56 тысяч автомобилей зарегистрированных. Это не считая тех, которые у нас находятся с московскими номерами. Поэтому задачу, которую ставит сегодня губернатор Московской области, глава Ленинского района по созданию норматива 420 автомобилей на тысячу жителей, это очень серьезная планка. Нам потребуется примерно 25 тысяч парковочных мест. Поэтому мы совместно с жителями буквально каждый день выходим на дворовые территории, общаемся, находим компромиссы и создаем такие парковочные места. То же самое будем обсуждать с жителями при дальнейшей разработке третьего этапа советского проезда. Абсолютно точно уже можно сказать, что то, о чем мы с вами говорили, и сквер, и белокаменное шоссе, и расторгу, и советский проезд, это уже реализованные, законченные проекты. Давайте еще нашим телезрителям расскажем, а чего еще ждать? Успеете ли вы что-нибудь сделать уже или еще в этом календарном году? Ну, на мой взгляд, одним из самых важных мест сегодня в городе является шестой микрорайон. Я хотел бы вот здесь продемонстрировать, конечно, карта мелкая, но она уже утверждена. Это первые 10 домов кирпичных, которые были построены несколько лет назад. Мы разработали... Это имеется в виду Березовая и Ольховая, правильно? Березовая и Ольховая, да. Это подъезд к детскому саду, к школе девятой. Мы разработали такую схему с участием депутатского корпуса, совместно с ГИБДД, привлекли ряд организаций. Мы уже начинаем вводить односторонние движения буквально по всем улицам этого мини-микрорайона. Что это даст? Это упорядочит, соответственно, движение по каждому проезду в этой части города. Мы установим порядка 470 знаков, указывающих направление движения, пешеходные переходы. Соответственно, возможность остановки или парковки. Такую работу мы завершим в течение трех месяцев. Работа очень емкая, одни их знаки, нужно только приобрести более чем на 1 миллион рублей. Я хочу поблагодарить инвесторов, которые включились в это сложное мероприятие. Работает о развитии, которое сегодня осуществляет застройку, также в этой зоне. Мы справимся с этой работой. Что касается других емких проектов, на мой взгляд, стоит отметить, что мы полностью восстановим асфальтовое покрытие от улицы Советской в сторону школы искусств. Четырехполосная дорога, она сегодня находится в крайне неприглядном состоянии. Мы несем большие затраты по ямочному ремонту. Я думаю, что люди действительно поймут, что это очень важное мероприятие. Второе важное мероприятие – это восстановление асфальтового покрытия, дороги, которая ведет от проспекта Ленинского комсомола к троллейбусному парку и далее к улице Ольховая. Очень востребованная территория. Мы также ее восстановим. Очень много просьб сегодня людей по установке столбиков, ограждения у домов, выполнению лежачих полицейских или индивидуальных дорожных неровностей, высадке зеленых насаждений. Все это мы выполним в течение сентября-октября. Тогда сразу вопрос. Про детские площадки. Это всегда во все времена актуально? Как вы помните, в прошлом году была проведена нетрадиционная акция, и мы фактически удалили более 50 площадок, построенных еще в 60-70-е годы. Которые не отвечают требованиям. Они абсолютно не соответствовали сегодня современным требованиям. Нам пришлось с такой проблемой столкнуться. Мы их вынуждены были ликвидировать. Но в этом году мы строим 6 внутриквартальных площадок, точно таких же, как у нас у кинотеатра «Искра». Первая площадочка, как вы знаете, появилась на прошлой неделе и была открыта людьми, востребована в микрорайоне «Солнечный». Люди подсмотрели эту чудесную площадку в совхозе имени Ленина. И действительно она получилась очень красивой. Еще предстоит закончить 5 таких площадок, уже современных, с резиновым покрытием. Это и проспект Комсомола, дом 25. Это и проспект Комсомола в районе домов 6, 8, 10. То есть мы получим... И еще целый ряд мы постарались так сделать, чтобы весь город охватить вот именно межквартальными площадками. Но в планах следующего года уже детальная проработка ведется нами по развитию существующих детских площадок. То есть установка мягкого покрытия и выход на дворовые территории с маленькими площадочками 10 на 15. Там, где люди оставили свои заявки. И мы идем по такому пути. Ну что ж, это, на мой взгляд, это правильный путь. Давайте переходим к теме празднования юбилея. Потому что любой хозяин готовится к празднику, к дню рождения. И не только накрывает, как говорится, поляну, но и готовит подарки. Какие подарки у нас подготовлены для жителей, для почетных людей, для заслуженных людей и для каждого человека в отдельности? Ну, я с собой действительно захватил подарки. К 50-летию города была подготовлена и выпущена вот такая чудесная книга, видная вчера, сегодня, завтра. Целый творческий коллектив трудился над этой книгой в течение более полугода. Здесь отражены действительно исторические вехи и создание города, видное, его настоящее, его будущее. Мы постарались охватить все эпохи, описать, дать ряд фотографий. Здесь в этой книге есть и приветственное слово губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы Ленинского района Олега Владимировича Хромова. Я уверен, что эта книга понравится людям. Выпущено пока тысячи экземпляров. Мы передаем эти книги сегодня трудовым коллективам, первостроителям. Я уверен, что книга будет востребована, потому что писал ее целый коллектив творческий, в том числе и наших уважаемых коллег из видновских вестей. Поэтому я надеюсь, что это получилось очень достойный подарок для города. Пользуясь случаем и служебным положением, я могу попросить в прямом эфире для нашего телеканала вручить эту книгу. Действительно принес эту книгу, чтобы вручить ее вам. Поэтому спасибо вам, в вашу библиотеку передаем, чтобы она бережно у вас хранилась и пользовалась достойным использованием. Спасибо. Я хотел бы продемонстрировать сегодня ту награду, которую мы подготовили для более двух с половиной тысяч жителей города и района, которые вложили свой вклад и вкладывают свою душу, сердце в развитие города и района. Это юбилейная медаль, посвященная 50-летию города Видное. Также целый творческий коллектив трудился над ее созданием. На сегодняшний день уже более полутора тысяч жителей награждены этой наградой. Вчера управление образования, более 200 человек получило такие награды. Но самое главное, на мой взгляд, что мы до дня города сумели сделать важное дело и наградить этой наградой наших первостроителей-ветеранов. Я слышал и видел слезы счастья от того, что они не забыты. Были произнесены слова благодарности. И я вам скажу честно, эти люди сегодня остаются в строю. Они строили город и они сегодня подсказывают, как его сделать краше. Мы обязательно будем использовать в своей работе те хорошие рекомендации, которые эти первостроители, являющиеся уже сегодня пенсионерами, конечно. Но они еще в строю, они бодрые, они подсказывают, как сделать город лучше. Александр Евгеньевич, тогда, может быть, сразу скажем о том, что ведь сегодня тоже честовали первостроителей. Был прием главы Ленинского района, где мы тоже и поздравляли, да, и желали, естественно, здоровья, и благодарили за тот облик, который они ставили как строители после себя. Да. И великолепие нашего города. Это был очень важный момент. Олег Владимирович Хромов, глава Ленинского района, принял решение провести такую встречу, рабочую встречу, на которой он высказал слова благодарности первостроителям, действительно подвел итоги этого года подготовки к 50-летию города и 86-летию Ленинского района, который мы отмечаем 12 сентября. И были вручены и ценные подарки нашим первостроителям. Я думаю, что люди по достоинству оценили. Вот такую интересную задумку. Поэтому, действительно, мы будем продолжать. Такие встречи, они нужны и для первостроителей, и для нас с вами. Конечно. И хотел бы продемонстрировать еще одну очень важную, на наш взгляд, награду. Это впервые утверждена награда «Почетный житель города Видное». Вот такой посеребренный знак, отделанный в центральной части серебром и золотом. Он вручается людям, которые проработали десятки лет в городе Видное, Ленинском районе. Внесли большой вклад. Внесли большой вклад. Первые две награды 12 сентября планируется вручить потомкам Павла Федоровича Гаевского и ныне здравствующему долю Михаилу Никитовичу. Мы его поздравляли буквально на этой неделе. Вручили ему юбилейную медаль. И я надеюсь, что в торжественной обстановке 12 сентября мы вручим ему вот этот знак. Я думаю, вне всяких сомнений, это действительно люди достойны для того, чтобы в их удостоверениях о награждении таким почетным знаком стояли цифры 1 и 2. Я уверен, что и люди, живущие сейчас, и жители города Видное поддержат инициативу, которая родилась в Совете депутатов, администрации, поселения. Приходят звонки в нашу студию, Александр Евгеньевич. Они фиксируются, поэтому я уверен, что в конце эфира, может быть, у нас будет несколько минут, чтобы мы могли задать. А вообще, если честно, мне бы хотелось провести такой достаточно праздничный прямой эфир. А уже, может быть, ближе к концу года мы могли бы отчитаться действительно уже о проделанной работе конкретно с жителями, со звонками. Да, это будет правильно. Да, да. А сегодня все-таки у нас более такая праздничная программа. Давайте поговорим вот еще о чем. Сейчас у нас проходит не только празднование Дня города, но и в рамках этого праздника проходит такая акция, она под патронатом губернатора Московской области «Посади дерево, сохрани природу». Давайте об этом немножко расскажем, где в городе Видное уже проведена акция и, может быть, пригласим наших телезрителей, жителей города Видное на те мероприятия, которые предстоят в ближайшие дни. Ну, действительно, вы правильно отметили, что губернатор Московской области лично принимает участие в данной акции. Она пройдет уже не первый раз и широко в средствах массовой информации эта акция освещена. И в городе Видное, в Ленинском районе эта акция также пройдет в течение вот этих ближайших дней. Завтра уже управление образования во многих дошкольных учреждениях, школах начинают высаживать деревья, кустарники. Завтра мы выходим на ряд дворовых территорий, в частности, Школьная 80, Улица Строительные дома 23, 25, 27, ПЛК 25, где мы высадим более сотни деревьев, которые по просьбам жителей запланированы вот именно на эти дни. 12 числа мы высадим 50 деревьев в центральной части города, в районе кинотеатра «Искра». Мы будем иметь соответствующие символические куртки с тем логотипом, который утвердил лично губернатор. И будут принимать участие и детские коллективы, и почетные гости, и жители города Видное, и Ленинского района. И акция завершится у нас уже 13 числа, когда в парках отдыха, в трех парках пройдут торжественные мероприятия. Там будет высажено еще более 500 деревьев и кустарников. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех потенциальных участников за то, что они озеленят наш город, Ленинский район. И уверен, что как еще происходило это многие-многие годы назад, когда у нас на Лемешко начались подобные высадки на заводской, на садовой, на школьной. Акции по высадке ЛИП, соответственно, Яблонь. Я думаю, что мы поддержим эту идею и будем озеленять наш любимый город. Ну что ж, спасибо огромное. Переходим к следующей теме. Вы знаете, в этом году, в 2015-м, достаточно много, так получилось, юбилеев в городе Видное. Отметил 60-летие Дом культуры в городе Видное. Своё 30-летие отметил кинотеатр «Искра». 20-летие отметил телеканал «Видное ТВ» и будет отмечать. И у нас еще один замечательный юбилей – это троллейбусный парк, который отмечает 15 лет со дня основания. Как сейчас развивается парк, учитывая, что он все-таки городской у нас, да, троллейбусный парк? Как он сейчас развивается и какие новости из этого парка можно озвучить уже сейчас? Действительно, мероприятие очень значимое для города. Всего в Московской области находятся три троллейбусных парка. Один из них – это в городе Видное, который 15 лет назад был основан и с тех пор интенсивно развивается. Парк рассчитан на 25 машин. Сегодня уже 23 машины работают на рейсе. И буквально ко дню города мы покупаем новый 24-й троллейбус. Низкопольный, с учетом того, чтобы могли маломобильные группы населения в него входить. Это будет на пневматической, соответственно, подвеске, чтобы он мог опускаться там, где людям трудно зайти. Парк развивается очень хорошо. Предприятие прибыльное. Работает более 200 человек. Ольга Геннадьевна Киндина возглавляет его уже третий год. И, на мой взгляд, перспективы у парка очень хорошие. Вчера с Олегом Владимировичем Хромовым мы были на торжественном мероприятии в парке. Обратили внимание на очень хорошую обстановку внутри коллектива. На чистоту территории, на то, что есть и своя мойка, и свой, соответственно, узел, где можно ремонтировать троллейбусы. Перспективы также есть по развитию дальнейших линий троллейбусных. Например, уже сегодня прорабатывается проект соединения троллейбусной линии с троллейбусным сообщением улицы Донбасская и улицы Школьная. Мы рассматриваем возможность организации маршрута по улице Олимпийская и, в том числе, в новые микрорайоны. На ближайшие годы нам потребуется не менее 150 миллионов рублей с тем, чтобы выполнить подобные задачи. Я уверен, что только совместно с администрацией Ленинского района мы сможем решить эту трудную-трудную задачу. Задачи есть. Они прекрасно понимаются сегодня в троллейбусном парке. Есть хорошая коммуникация с Министерством транспорта Московской области, с правительством. И я уверен, что данное предприятие будет развиваться. И так приятно вспоминать, что 15 лет назад я тоже был одним из пассажиров первого троллейбуса, который проехал по нашему городу Видны. Александр Евгеньевич, я прекрасно понимаю наших телезрителей, которые, наверное, не поймут, если я не задам этот вопрос. 12 сентября будем отмечать День города. Расскажите, какова будет концертная программа, какова будет программа празднования на протяжении всего дня этого праздника? Я хотел бы сразу сказать и поблагодарить администрацию Ленинского района за то, что именно они взяли на себя организацию этого мероприятия 12 сентября. Я очень благодарен за тот подход, который был изначально выбран при участии всех поселений. А именно в этот день мы отмечаем еще раз, напоминаю, 86-летие Ленинского муниципального района. И, конечно же, торжества пройдут в рамках Дня Ленинского района и города Видны, отмечая его 50-летие. Поэтому, говоря о тех мероприятиях, которые будут 12 сентября, мы должны с вами напомнить, что, как и обычно, у нас будет праздничный молебен, который состоится, и божественная литургия в храме Александра Невского. И вы знаете, в этот день это именина Александра Невского, Александра, которые пройдут на проспекте Комсомола с 8 утра. Затем у нас будет открыта выставка на советском проезде. Здесь я хочу поблагодарить Елену Владимировну Якуничкину, которая с большим энтузиазмом подошла к этому мероприятию. Свои выставочные композиции откроют на советском проезде предприятия Ленинского района, пункты общественного питания. Я уверен, что это выставочное мероприятие понравится жителям и гостям нашего района. Затем у нас будет организован и велопробег, и благодарственный молебен в храме Георгия Победоносца. А в 11 часов начнется праздничное шествие трудовых коллективов. Я могу сказать, что только колонна города Видное будет включать в себя более 750 человек. Это и трудовые коллективы, это и детские коллективы, образование, здравоохранение, центр спорта. Все пойдут в красочных майках или соответствующих куртках, но это будет торжественное шествие. После этого, соответственно, мы пройдем все вместе начествование заслуженных людей кинотеатру «Искра». После этой акции, соответственно, у нас пройдет высадка вот этих 50 деревьев. Потом много мероприятий администрация района предложила людям и в других поселениях, в том числе и в городе, видно, это спортивные мероприятия. И товарищеский матч, как вы помните, ветеранов «Динамо-Москва». Хоккейный. Хоккейный, да, и здесь мы тоже поучаствуем. И футбольный матч с депутатами Государственной Думы. И все это будет проходить одновременно, поэтому у людей будет большой-большой выбор. Еще больше скажу, и финальный матч по мотоболу. Да, вы знаете, у нас сегодня проходит 20-й юбилейный матч, посвященный 50-летию города Видное. И 4 команды участвуют, в том числе команды Белоруссии, Краснодара, Ставропольского края, Ставропольского края. И Олег Владимирович вчера торжественно открыл это мероприятие. И вот финал состоится как раз 12 сентября в День города. Мы также примем участие вот в этих финальных играх. И завершится праздник концертной программы, которая начнется у кинотеатра «Искра» с 19.00. И завершится праздничным салютом. Будет много гостей, но и уж позвольте, мы втайне сохраним то, что будет в концертной программе. Ну что ж, как всегда, мы, как говорится, это делаем. Я хотел бы обратиться к нашим телезрителям, чтобы вы понимали, действительно, праздник города, это будет очень много людей. И поэтому, Александр Евгеньевич, также, я думаю, дополнить, если я что-то не вспомню, будут перекрыты советские проезды, улицы с утра будут, перекрыты советские. На празднование уже вечернего концерта, да. И будут перекрыты заводская и школьные во время шествия. Да, во время шествия. Поэтому обращаюсь ко всем автолюбителям. Как говорится, выбирайте маршруты движения, да, объезжая центр города, да, потому что там будут происходить различные праздничные мероприятия. Александр Евгеньевич, мы с вами говорили о том, что будет установлена стела, да, в парке, в парке, где, в сквере 50-летие города. Что там мы установим знак «Я люблю город видный», да. И примерно, даже не примерно, а точно под таким же девизом прошел у нас конкурс «Я люблю город видный», да. И у нас есть буквально несколько минут, чтобы мы смогли подвести итоги. Граждане присылали свои проекты, да, свои проекты присылали, которые они хотели бы реализовать. А многие из них уже и реализованы. И давайте озвучим имена победителей. Ну, хотелось бы прежде всего поблагодарить жителей, которые приняли активное участие в этом конкурсе. Комиссия работала очень напряженно, и вот подведены итоги. Я хотел бы озвучить, что победителем признан Рымша Владислав Валерьевич. Его работа – библиотека, которая представляет из себя телефонную будку, функционирующую еще, наверное, в 70-е, 80-е годы. И вот в ней расположена сегодня библиотека. Это очень важное мероприятие. Она установлена у нас сегодня в детском парке на площади, за площадью Советской. И, вы знаете, очень востребовано. Да, я соглашусь. Сегодня дети заходят, смотрят, листают книжки, читают. И это их, между прочим, отвлекает и от интернета. Живая книга в руках. Я думаю, что это самое важное на сегодня для детей, чтобы они могли развиваться. Поэтому спасибо. Спасибо. Вторая работа, признанная победителем, это «Встреча ветеранов». Автор Пименов Александр Николаевич. Я думаю, что это очень важный момент в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, участие ветеранов в жизни города, Ленинского района, очень актуально. У нас и советы ветеранов есть, и Ленинского района, и города видны. И без этих людей, пожалуй, ни один праздник, ни одно мероприятие сегодня не относится. Спасибо автору за эту работу. И третье место присуждено Качанову Максиму Александровичу за проект велопарковки. В частности, многие люди могли убедиться, что одна из таких установлена возле нашего многофункционального центра с логотипом «Велосипеда». Я думаю, что вот такой творческий подход к благоустройству города, он дает свои результаты. Тем более, что сегодня мы уже развиваем и велосипедные маршруты. Поэтому всем спасибо за участие. И наши поздравления, наши поздравления. Я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что и наш телеканал проводил конкурс «Старый город, новый город». К 50-летию были объявлены победители. Победители и конкурс «Я люблю город видный». Все они будут награждены подарками, призами, грамотами. Все будут награждены 12 сентября, где-то, наверное, после 12 часов дня, у кинотеатра «Искра» на главной праздничной сцене. Поэтому всех победителей приглашаем на этот праздник, и там вы получите заслуженные награды. Абсолютно согласен с вами. Действительно, и пройдут еще мероприятия и 11 числа, это так называемые дни улиц. 7 участков определено, и жители уже об этом знают. И глава Ленинского района будет посещать каждую из этих площадок, благодарить людей. И подготовлены, как вы уже правильно сказали, благодарственные письма. И 13 числа мы продолжим эти мероприятия в трех наших парках. Поэтому всех жителей мы приглашаем на такую расширенную праздничную программу. Ну что ж, мне осталось только поблагодарить вас за то, что пришли, и попросить вас. Давайте поздравим вы, как руководители города, поздравим видновчан с юбилеем любимого города. Дорогие друзья, действительно, подводить итоги, наверное, рано. До конца года еще есть время, чтобы выполнить все ваши наказы. Да, сегодня ограниченность бюджетных средств. Но всегда можно найти вариант, как выполнить то или иное дело, которое вы направляете в администрацию городского поселения, видно, или Ленинского района. Я прежде всего хочу поблагодарить вас за активное участие в жизни города. Поблагодарить вас за те встречи, которые мы с вами буквально ежедневно проводим на дворовых территориях или в парковых зонах. Поблагодарить вас за то, что вы любите город видное. Вы являетесь преданными жителями. Вы граждане города. И это звучит очень торжественно. Я видновчанин. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам благополучия в ваших семьях. Пожелать вам здоровья. Пожелать вам удачи в сегодняшней жизни. Я хотел бы сказать, что все задачи, которые вы решаете вместе с нами, слово «вместе» – это самое актуальное, что необходимо нам сегодня. Здоровья вам, благополучия, счастья и творческого настроения. Спасибо большое. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям и хотел бы буквально несколько слов нашим телезрителям. Все вопросы, которые вы задали, я сейчас вам передам, чтобы также включить в работу городской администрации. Буквально с завтрашнего дня эти вопросы будут включены в работу. Спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.